Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я спрашивала с Харьевым, который сказал, что я буду ходить с вами все время, манн. И тогда я спрашивала, что мы можем встретиться в Сарьево. И так и пару дней назад, я был на одной из самых больших моторов в Боснии. В Боснии был очень большой моторной дорогой, но она была очень большая моторная дорога. В Баня Лука, который был в больших больших моторов в Боснии. Это было не особо обмонтанно, чтобы идти на больших дорогах. Тург, трактор, большие дороги. Я спрашиваю, если я могу найти стежки, я могу посмотреть на меня корот. И я пошел, что я пошел в Травник, от Травник, через бежев, через этот бежевый, не потому что я пришел в Катюни, а потому что я пришел в Северс. И я пошел в ломне, и там есть бежев, и там есть бежев, и я думаю, что это не может, потому что я пошел в течение, На этом доме я думаю, что я могу быть непозвольным, и там я подъем. И вот я с днем, который спадал и свампы, и она спросила, что ты здесь? И я спрашиваю, что ты должен был путь в воду. Не, я не был в воду. Мне кажется, что ты должен был путь в воду. Потому что с бюрганами и попутся на воду. Но я так делаю. Вроде я так желаю, где я покупал плохое? И она должна быть в порядке, который стоит, и найти правильный вариант. Я прошел три часа по пустой мере, и я готова в пустой метеорации. Я собираюсь в сборах в бенке и в течение двух дней. И там есть девушки, которая только в влажном уровне. И он говорит, что он здесь? Он не хочет сказать ничего, но я просто говорю, что он здесь. И он работает здесь, и он взял и влажный, и он взялся с дымком и влажный тенд. И он говорит, что он вот здесь? Вы ее видите по поводу и запомните, что у меня заводица. Я слышал, что онummит с ними рядом, вы просто идёте над собой. Я горжистью, когда вы тоже � twist. Я взял такой рыгар, но мы идём от этой damnы, и он зашлиシей, и конец, где он меня в доме, и он 뭐야, он разумит назад, когда он сделал его. И он же над удовольствием здесь, он взял на нем, я не знаю, что он сказал, что он говорит, что он сказал, что я сказала, что он отталит ему что это закроет боджином. И он такой такой, что он стоит, он дождьми, и он такая вот такую. А мы выжигалки. И мы всегда знаем, что вы же верили в клармину, что вы всегда с последней дикатой лезть. Это у меня есть. Он берет его немного, слух, и слухает его, и он там, что он. Он говорит на немец или женщина? И это по-тиск. Он был в том, что он был в немец. Но я не понимаю, что это не так, но он говорит на немец или женщина? Я говорю, что он там, что он в немец, а мы вместе с ребенком. И он спросил, как мне хорошо. Мы идем в общем, мы берем на подъезде. И мы скажем, что я собрала в машине, что он 사용ал конкурентно, а он срочет меня на машине, он спросил, что он будет полной, и он спросил, что бы просто я слышала меня в такой Y, я не хочу ничего, что я просто сiks, он просто смотрит на一个 комфе, и он ongoing, ну, что он у меня очень важен в этом. Он практически очень сильно Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok 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 И вот это начинает, потому что для меня это очень удивительный историй. Вудско был в гамме югослависк тегнесерий, который был культ, и тогда он был использован как маскот для ОЛ, и тогда Лил Вудско был реттегнан на мягком, с бобследием, с бобследием, с скидкой, с из-хоккейспелем, и когда эти две гуты были иметь их венскабс-статю, то было бы это, что конечно отмечено на мягком, он был символом Сауево, он был символом, где эти две дрынги не могли бы никогда никогда не иметь, пока они были везли вне мягком. В этом году, которые были об этом, все это было, которые они не видели. Харьев сказал им, что он не могла бы отгледовать свою фару, когда он их съел им. Три года, когда они были виноваты, Куп 이 кому-то собери, не конiy, связанная только с ума-то съемой, за вторую очередь, и конечно же, что получили силы от гуэрборд Suzuki, и веса от губ в ракет, и в течение дня нет б camпиаот 1984, но они были с губой. Но это, который у меня, как мне очень-то виноват, что в итоге, я заином из-за он скачал от него, с ульхарской литой под章ом, с Суата. И так я спрашиваю, И это может быть, что я часто спрашиваю, как вы нашли Остман, Харьдис' фар. И он говорит, что мы нашли на ООЛ в 1984. Остман был привлечен от своей бедной женой. И это первая конкуренция. И это вот, где мы есть. И вот здесь, где мы находимся в доме бакерампы. И Остман был привлечен от своей женой. И вот здесь, где мы находимся в доме. И это было Суата. И я думаю, что это не только символы на Сарьеву, это не только символы на Харьдис и Бодис' брюдерскаб. И это, что они не смотрели, когда они были вверх. Это тоже символы на фарэльдрене. И это сказал Харьдис, когда мы ходили в доме. И он такой тоги, когда он ходит в доме, и он сказал, что это никогда не так. И я думаю, что это очень смешно. И это очень смешно. И это так. И Харьдис тоже сказал мне, что ты не можешь делать это? Сколько ты не можешь делать это? И я думаю, что это просто ловно. Это просто ловно. Это было скромно, что-то повезло. Сколько засуга и зацентит на то, где мне был, когда я был там в течении вот этого года, и социалом мастерского структура. У меня есть новая вотску. И я сэм вудску, даже немного и на нём бо – что мы в Душку-броде. Стал, который был в душе. Харьдис скреп undermine меня, что, в Душку-броддер, как это было? Продолжение следует... Звучит музыка. не спрашивает с семьей, не спрашивает свой.. ransom она очень радилась, меняет революция.. раз-говорясь перед видеть в этом. Храна, ты знаешь-то и плохомендуме? Храна, он говорит имя угрожая, он может выводить в перевоз. Дома он ничего не ocultал, он просто продается от гулянтового объектового объекта. Говоря, он пишет и подождает, он вас уже откликает от Голл-хотела, только в этом этаже. Это как-то скользит вид, где он откликает от 8 метров. И он говорит, что.. Сегодня мы как-то, когда мы планируем, сладим крики, Я сказал это на генсине в Харлиз и Саиево. И так я удачу и по праву, как вы себе помните, где, в том числе, что это место, где boss-сербии-сири лантировал Саиево. И три и полтора года Саиево было на снижескетте кампания. Многие, многие межиная и межище было слыхать. И это была такая, что Карадичи, Младичи и остальные фонарии стырали с легием. И это было мягкое Я даже не могу посвать в поле. И вот, когда я продолжу, то я наше время, в итоге, я попробую найти место где-то в отеле, и когда я спрашиваю, мне кажется, что я могу полноть, и я могу спать, что я не могу. Потом я сижу на поле, и я поделаю в поле, а потом, и это не очень бедер, но это не будет любви, но это будет отдыхать, и я поделаю в поле, И я смотрю, что в короте находится в городе, который называется городе Небарде, который означает Бергбю, Барде. В этом городе находится 20-25, который находится в короте. И я думаю, что если бы я может быть в городе, то я могу найти место в городе. Это будет мёрт, и начинает погружать, я не могу найти место, где я стою в тельт. Это бергскрога, и я не могу найти это, если там есть платье. И так я связывал меня от этого капитала. В посетях Гордина Барда. И это называется «Отворный бот» Я думаю, что это очень тяжелый, что стоит в нем фрагме с манами. Так вот, мы получили несколько пантов. «Отворный бот» «Это огнёте во время, когда рождались в течение, и твердые, и вернутые моря, я поднялся в воду, гроз и мудр. И тузмаркет, и тоган тыкал Гордина Барда. Субтитры сделал DimaTorzok En aflangt bygning med en trappe langs for saden, hvor jeg forestiller mig, at folk i sin tid hang ud. Bygningen lå delvist sunket sammen. Midten af tagrykken rækte ud efter ukruttet, der voksede fra midten af gulvet, og taget faldt ned bag hoveddøren, hvor rammen gabte. På den anden side af vejen stod det første hus, hvor det lå til, at der var nogen, der boede. Ud fra haven kom to glubske hundne fra Arne. De løb direkte mod mig. Der havde en trappinden på mig, som jeg havde anvendt som stok og slog ud efter dem. Med mit regnsjæl over hovedet og mudret ben, hvor jeg lignede en sindssyg. Ud af togen hørte jeg en stemme. En mand, der råbte. Hundene forsvandt. Manden gik mig i møde. Hvor han kom fra, ved jeg ikke. Han så savnagtig ud. Han lignede en skikkelse fra en anden tid. Han var iført en ankelang, mørkgrøn regnjakke, og bag hætten skimte jeg to sorte øjne og et brystlangt skæg. Jeg gav ham hånden. Han sagde ikke noget. Jeg spurgte, om det var et sted at overnatte i byen. Han pegede på huset, vi stod ude for. Et orangemalet hus i to etager. Du kan bo der i nat, svarede han. Er det dit hus? Spurgte jeg. Nej, svarede han. Og så går vi ind i haven, og de der hunde løber bag os. Jeg er ikke helt tryg, men det vælter helt vildt ned. Det regner virkelig, virkelig voldsomt. Han banker på døren. En ung mand på min egen alder. Kigger ud for undre over, hvad man fan banker på. Den er dim. De står og snakker lidt sammen. Pegger op mod skyen. Pegger for mig. Jeg ligner en stakkel, der står der. Han tænker, ja okay, du kan bo oppe på førstsalen. Og jeg siger, tusind tak, manden i regnjakken går. Så går jeg op. Der er sådan et fantastisk smuk rum. Sådan et træ på væggene. Og en rød sofa. Det er den, jeg bliver tilbudt at sove i. Der hænger et billede af Mekka, og så hænger der nogle sort og hvide portrætter af familie, eller hvem det nu er. Gamle billeder. Så kommer Nadims bedstemor. Det er i bedstemorens hus, jeg får lov til at bo. Nadim bor normalt i Sarajevo. Man er veterinær og skal hjælpe bedsteforældrene med at kastrere deres for. Så kommer hun op med et stykke kage, og så siger hun, sov godt. Det er sådan, jeg forstyrrer. Det er sådan, jeg er dumpet ind i et eller andet. Jeg ved ikke hvad. De er en lille smule sky, og jeg kan bare passe mig selv. Det er koldt. I midten er jul, men vi er oppe i bjergene. Jeg ligger med tæpper hen over min sovepose. Det vælter ned udenfor. Jeg tænker, at Gud skal lov, at jeg kan bo her i nat. Og så næste morgen vågner jeg, og så er der sådan rimelig pænt vejr. Blå himmel. Kigge ud af vinduet. Jeg kan se, at ude i haven, der sidder familien, eller der sidder dele af den. Der sidder bedstemoren. Der sidder Nadims bror. Og så Nadims gode ven. Og så kan jeg se, at byen, den her lille landsby med de her 25 huse, ligger strøget ude i landskabet. Det ser ud til, at alle huse er forladte, kan jeg se fra min første selvsvindue. Men jeg kan se, at der er en mand i haven i nabohuset. Det er manden herovre her. En af Dimms, jeg tror det er deres lade, og så er det deres ford, der løber rundt her. Naboen bor herovre. Og det er lige værk at sige, at der er så meget plads deroppe, at de må være at have 500 meter, hvis ikke to kilometer bag hver deres hus, hvor der er plads. Men der er et hegn, der adskiller deres grund. Jeg pakker min taske, lægger et par penge på sofa-bordet oppe. Jeg havde mastet mig på. Jeg ved ikke, hvor mange penge jeg skal lægge med. Jeg lægger måske det, der svarer til 50 kroner. Så går jeg ned og sætter mig. Og der er sådan en lille smule trykke stemning. Men der bliver jeg røget en masse smøger, og der bliver jeg drukket bosnisk kaffe. Og bedstemoren har kogt et forhoved. Tungen ryger ud, øjet ryger ud, fedtet langs øjnene ryger ud. Gæsten bliver budt det første, og jeg siger tusind tak. Og så ryger jeg nogle smøger for lige at dræbe den der smag. Og brugeren, som snakker engelsk, som jeg vidt jeg kan forstå, har boet i Sarajevo, men nu ikke gør det mere. Bor op hos bedsteforældrene. Han er ret sådan... Han er ikke aggressiv, men han synes ikke, det er så rart, jeg er der. Han siger, da jeg møder ham, for det er første gang, jeg møder ham om morgenen, så siger han Hallo, NATO. Altså N-A-T-O, NATO. Nå, ja, goddag. Han vil ikke høre, hvad han hedder. Han hedder bare NATO. Jeg undrømmer lidt. Så sidder vi der og drikker kaffe, jeg får lov til at tage et billede af dem. Det er bedstemorren. Er det ikke herligt med en bosnisk kasket fra blomster? Det er Nadim. Det er vennen, og det er brorren. Så sidder vi der og drikker kaffe og ryger smøger og sludder lidt. Og så kan jeg se naboen. Kæmpe stor, fed fyr. På et tidspunkt iført t-shirt, den tegner også af. Stor, fed mave, guldkæde osv. Han laver rum med sådan en økse i den her, mere end hoftehøjde. Og han plakker stille og roligt, så plukker han deres fælles hegn ned. Og jeg siger til ham, skal han lige give lidt olie, så det bliver lækkert? Vi kan ikke snakke om det, det er ikke så godt. Nå, okay. Ven han sidder sådan og sender mig øjnene derud. Bedstemorren gør alt for at underholde os. Hun kommer med mad, og hun lever ind. Vil du ikke tage et billede af os? Hun henter de her blomster osv.